Всем привет! Итак, это вторая серия нашего утреннего просмотра журнала по моде и красоте. Сегодня мы будем смотреть Гламур. Поскольку я только что открыла этот журнал, он огромный, там очень много информации, очень много красивых и интересных статей и фотографий, то это видео я, наверное, разобрлю на две части. Итак, запасайтесь кофе или чай, мне что вам больше нравится, посаживайтесь поудобнее и давайте начнем. Вот он, красавец, Гламур, март 2012 года. Только что разверну, представляете, насколько я вообще все это забросила, все это пачками валяется, и я даже не пролистаю, не то что там что-то читать. А раньше-то я помню, в студенческие годы, ох, как я, прям от корки до корки. Вот это, кстати, вот буквальная порнография. Я хочу сказать не в плане того, что нарисовано, а в плане цветопередачи. Вот настолько выбеленные, блеклые цвета, это мне кажется даже ненормально. Сейчас я посмотрю, черный-то хоть черный? Да, черный-черный, значит это сделано специально. Вот мне кажется, если бы они добавили, ну совсем малость, ну вот совсем чуть-чуть контраста, ну намного бы оно лучше выглядело. Хотя бы даже не везде там, не на коже у них, но хотя бы вот сама где одежда. Потому что сейчас это все просто сливается в какой-то выбеленный фон. Тяжело что-то в этом увидеть. Странно, как-то это странно, мне не понять. Ну вот давайте оценим мастерство американских, а так бы сказать, даже не, наверное, фотографов слэш тех, кто эти фотографии обрабатывает. Это у нас Armani Exchange. Ну, черно-белая фотка, окей. Ничего бы вот такого, что вдохновляло. Да, вот эта, кстати, фотка мне нравится. Этот жесткий контраст, все это в каком-то голубом фильтре. Что-то в этом есть, конечно. Но это все эти голые женщины, понятно, для кого это. Какая-то новая тушь, которая с праймером, с подготовкой, с какой-то основой идет. Вот знаете, как многие люди, которые пользуются тушами, они используют несколько тушей, чтобы достичь нужного эффекта. Одна, которая разделяет, удлиняет, вторая для объема. Или там наоборот. И сейчас, я так понимаю, многие компании стали отказываться от универсальных средств, которые должно сделать и то, и другое, и третье, и десятое. И стали вот делать такие комбо, комбинации такие. Так, это у нас... Вот, кстати, я не знаю, вот у нас продается, это, наверное, продается. Вот эти вот вариации, когда дизайнерский дом делает еще одну марку, которая, так сказать, для народа, для масс, как они это называют. Я не знаю, насколько они к этому со снобизмом относятся или нет, но раз и делают, должны, наверное, как-то уважать потребителя. Но вот зачастую, как бы вроде бы Дона Керен, да, уважаемый дизайнер, но вот делает такую вот лабуду. Стоит она, скажем, процентов на 50 дороже, чем любые другие масс-маркетовые марки, типа Гэб, там, не знаю, и так далее, и так далее. И зачем, спрашивается. Никакого дизайна, ну, извините, я уже начала, но никакого дизайна здесь нет. Ну, может быть, какая-то там косичка спрятана около кармана, около джинсов, не знаю, видно, нет. Вот это все, на этом дизайн заканчивается здесь. И сама фотка тоже. Model 101, то есть совершенно стандартная поза. Вот это вот закинутые ручки на голову, ну, что это, ну, хоть какой-то креатив-то, ну. Ну, самое креативное, что я здесь вижу, это, собственно, то, что там за окном. А, вот опять эти джинсы. Кстати, по поводу этих джинсов, они сейчас вошли в безумную моду. Начиналось все, что были скини-джинсы, которые были в полу. Вы их носили, вы, мы, мы их носили, значит, или девушки носили с высокими каблуками, да. И была совершенно отдельная ветка, это boyfriend-джинс. Это, значит, грубо говоря, вы сняли с вашего бойфренда штаны, то есть джинсы, и их надели. Понятное дело, это не были в буквальном смысле мужские джинсы. Они просто были более такие балахонистые, расслабленные, и очень часто, не знаю, имеет ли это смысл, с точки зрения, пропорции или нет, они закатывались снизу, то есть как-то вот вы открывали щиколотку, и вот чуть ли не до, чуть ли не на одну четвертую вы открывали икру. Вот так закатывали. Может быть, тут тоже. Ну, вот это тоже похоже немножко. Видно, нет? Вот так закатывали и ходили девушки. Тоже они их одевали и с ботинками, и с туфлями. А теперь все это начали смешивать. То есть это вроде бы узкие джинсы, но при этом они закатаны. Вот на мой взгляд, вот этот силуэт, вот просто посмотреть на него, в нем ничего красивого. Ничего. Толтиные ножки длинненькие на низком каблуке. Эти морковки зауженные книзу, да еще и закатанные сверху, так что ноги кажутся еще короче. Вот как бы я могу, я понимаю, что кто-то сейчас со мной не согласится, но мне как вот, если честно, тяжело понять, в чем, собственно, красота-то здесь. Ну вот, да, вот классический пример. Вот они, да. Она, конечно, выглядит неплохо. Но вы заметите, что у девушки, я думаю, одни ноги только, наверное, метр десять длиной. То есть, если вы ниже метра семидесяти, это будет просто как обрубать себе ноги надвое. И тут они будут короче, тут задница, извиняюсь, так сказать, филейная часть будет казаться больше, тут будут казаться уши короче. Ну то есть, не знаю. Я понимаю, что наши девушки ради моды готовы и ноги себе подпилить, но, по-моему, это очень неудачный тренд. Но зато смотрите, какая красавица. Ну прелесть просто. Ой, всегда мечтала именно о таких веснушках. Видите, у нее все лицо в веснушках. Вот мои веснушки, они как-то пучками. Они у меня там на носу в основном или в каких-то еще местах. И поэтому они выглядят просто странно. То есть, у меня такое ощущение, что у меня нос другого, кожа на носу другого цвета, нежели там на щеках. А у нее они вот везде. Это настолько мило. Такая прелесть. Ну прелесть. Просто прелесть. Так, это Майкл Корс. У него уже который год? Второй или третий? Вот эти вот рекламы. Сейчас сформулируем. Вы знаете, как типа звезда, пойманная в какой-то casual такой, в какой-то ситуации, в которой не должны были ее застать. Она такая откровенная продажа гламура. Это почему-то у Груза похож чем-то. Похож, нет? Мне кажется, похож. Но честно говоря, в последнее время мне то, что он делает, кажется каким-то скучным. Это мой любимый, любимый, любимейший Touch Eclat от Yves Saint Laurent корректор под глазами. Я знаю, что все считают его иллюминатором, но вот несмотря ни на что этот иллюминатор для меня работал намного лучше, чем все другие корректоры, которые я когда-либо пробовала. Но он дорогой заразил, 40 долларов, это что у нас такие вообще. Причем кончается, он достаточно быстро, это же не то, что ты купил на год себе или что-то. Так, это у нас Brand Limited. Я не знаю, он, кстати, продается у нас где-нибудь, у нас я имею в виду, в странах СНГ или нет. Вообще, мне очень нравятся вот такие вот лимонные, даже не лимонные, а лайм, желтые цвета. Очень люблю. У меня обнаружилось, я недавно делала ревизию своих вещей, у меня обнаружилось 4 майки такого цвета. Это, конечно же, перебор. Очень люблю. Так, это у нас Lash Plast Volume. Многие американки клянутся, вот просто, они божатся на эту тушь, говорят, что она лучшая в мире. Ни разу не пробовала, если честно. Не боюсь. Ninwest. Ага, дайте теперь я похвастаюсь, у меня есть сумка от Ninwest. Но правда, на самом деле, ничего особенного в этом нет. Они редко делают что-то из натуральных материалов. С одной стороны, американки считают, что это невероятно круто, что это спасает окружающую среду и так далее. Но для меня, как человека из северной страны, где значительно больше ценится натуральный мех, натуральная кожа, это, конечно, несколько диковато. Но я могу понять рациональную идею. О, ну это мое любимое. Дайте вот на этом, позвольте мне остановиться. Это реклама Марка Джейкобса. Вот посмотрите на это, да, на вот это вот. Вот это, вот это. Сейчас я как-то подвину. Вот это, вот это. Выглядит достаточно провокационно, да, но в этом хотя бы есть какой-то стиль. Так вот, последние два или три года, все, что делал Марк Джейкобс в своей рекламе, это были какие-то непонятные снимки, снятые на лейку, такую, знаете, вот обычную кодек, disposable, такую одноразовую камеру, где не видно было толком ни одежды, ни что это себя представляет, позы были отвратно. То есть это было настолько... Вот мне кажется, если я вот выпью две бутылки водки, возьму такую камеру и пойду куда-нибудь в город фотографировать людей, у меня будет намного более концептуальные фотки, чем то, что я видела у него. Я совершенно потеряла какое-либо уважение после этого к Марку Джейкобсу. То есть я понимаю, что у него есть, наверное, фанаты. Ну, смотрите, какая прелесть. Это мальчик, между прочим, если вы не обратили внимания. Но так плевать в лицо своим поклонникам, мне кажется, просто не стоит. Потому что одно дело, даже вот это я могу понять. Но когда это какой-то вызов обществу, я не знаю, что-то такое вот необычное, но в этом всё-таки должна быть своя эстетика. А когда ты смотришь на фотографию, и там нет ничего, вообще ничего. То есть она просто какая-то случайная. И чаще всего очень страшная. То есть не то, что ugly pretty, то есть не то, что страшно красивая. Или там страшная, но что-то в этом есть такое, знаете, вот цепляющее. Нет, просто страшная. Вот это мне непонятно. Ну ладно, оставим несчастного Марка Джейклсона. Ну, конечно, наверное, не заслужил таких плохих слов, свой адрес от меня. Но вот как-то у меня накипело. Сколько можно? Это... Ну, это не важно, кстати. Пропустим. Это очень известный, кстати, бренд туфлей здесь. Он примерно такой же, как в своё время в Москве было Неполомо. Блин, не помню. У нас какая-то фабрика есть обуви, которая в 2005-2007 году стала очень известной. У меня даже туфли от него где-то остались. Ну вот он такой. То есть он для народа. Но, в принципе, цен там не всегда самый дешёвый. Кавер Голл. Я столько ругательств слышала про их тени. Вот про... Про помады не знаю ничего. Но про тени народ просто матерится. Насколько они отвратительные. Понятно. Флоринс я знаю. Флоринс. Гуччи. Ну, Гуччи, понятно, тоже. Гуччи. Это Гуччи. Это ещё какая-то неизвестная мне селебрити. Какая-то звезда. Ланком. Во, вот, во. Вот это меня просто высадило. Вот у них стали Ланкома. И, по-моему, Эстеладер. Я уже их, честно говоря, и не отличаю даже. Для меня они так слились в одно. У них чуть ли не коллекции даже очень похожи. Вот эти вот ярко-цветные тени, которые градуируются к чему-то белому наверху. Мне кажется, это так страшно. Так нелепо. Ну, не знаю. Они, я думаю, что они сделали всё возможное, чтобы как-то это чтобы это выглядело достаточно привлекательно или как-то интересно. Но для меня, если честно, это такая... Мне почему-то напоминает продавщиц из вот овощных баз. Знаете, вот в старые времена, когда вот там фиолетовые волосы, ярко-голубые тени, вот просто моноколор, то есть один цвет, размазанный по всему глазу вообще до бровей. Вот мне почему-то вот этот напоминает. Вообще, вот не знаю, после взгляда на такую рекламу у меня нет никакого желания это покупать. Что-то как-то всё-таки, не знаю, не хватает изысканности, что ли, этому делу. Так, это... А сейчас мы полистаем побыстрее. Наверное, я буду вырезать какие-то части, потому что наше видео бы тогда стало просто невозможно. Длинный Шанель. Кстати, Шанель на меня совершенно не села. Мне его подарили. Оригинальный, не этот, а вот этот, да, вот этот мне подарили. Я его очень любила на бумаге и даже какое-то время любила на себе. Но всё-таки даже такой самый лёгкий аромат от Шанель, который, наверное, существует, для меня будет тяжеловат. Но я знаю, как его нежно любят наши девушки, поэтому... Конечно, я всё понимаю, но сама носить не могу. Тоже нежно-любимый блеск для губ, но... Нет, он мне не очень нравится. Как-то мне сушат губы очень. Так, это что у нас такое? 10 долларов. За 10 долларов я могу себе купить штаны, серьёзно? Вот что значит не открывать журналы по месяцу. 26 марта заканчивается. Ё-моё! Пропустила. Тьфу ты! Могла бы все штаны купить. Барбе и Боди. Кстати, я не пробовала этот аромат, надо попробовать. Вообще, Барбе мне обычно нравится, но они иногда скучноватые. ух, а ух, какие туфли! Ух ты, смотрите-ка! Видно? Какие туфлятины! Это Винс Камута. Только сейчас дошло, как звучит его фамилия. Камута, Камута. Камута. Это как в фильме по семейным обстоятельствам. На улице кой-кого. Что, подпольный кабинет? Какой подпольный кабинет? На улице кой-кого. То же самое кому-то. Так, поехали, проехали. Прада. Тут очки, я так понимаю, рекламируют. Но вот это, ну, я не понимаю, такая фуфлятина. Ну, честно, ну, не знаю, дешевизная. я понимаю, что бурлеской какая-то вот эта вот насыщенная стиля, что это вот, типа, больше, чем надо. Это сейчас моде, но это такое, какая-то выглядит. Пошло, как с рынка, прям, не знаю. У меня, видимо, я травмирована годами шопинга на Терпинском рынке, когда у нас вообще не было денег ни на что. Уги. Вот, Уги пытаются поднять себе репутацию и выпустили коллекцию туфель, которая сделана в Италии. Конечно, они не могут сильно отступать своего бренда. Прежде всего, их бренд позиционирует расслабленный casual стиль и комфорт. Ну, между прочим, мне кажется, очень симпатичные сандальки. Тем более, что платформа сейчас невероятно популярна. Ну, просто вот даже нет слов. Я не могу, наверное, достаточно раз это сказать, чтобы объяснить, насколько сейчас популярна платформа. Что, в общем, очень хорошо, потому что она значительно удобнее, чем просто каблуки. Ну, это вот вам просто посмотреть, что тут предлагается девушкам носить в Америке. Ну, конечно же, это гламур, то есть, это расчет идет на этот рабочий класс. Скажем так, не хочу никого обидеть, но у этих журналов, я так понимаю, существует такое негласное разделение по аудитории. Они себя позиционируют немножко по-разному и пытаются привлечь разные группы людей. Так, что это? Ух ты, что это такое? Это водка, между прочим, реклама водки. Прикиньте. Офигеть. А кто это? Не знаю, я эту девушку не знаю, может быть, она какая-то известная? Фига себе. Первый раз вижу рекламу водки, да еще в таком распальцованном виде. О-о-о-о-о-о-о! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Сейчас мне при样 поднесут. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот видно, какие бобики. Офигеть, особенно, конечно, Хельди Клума отличилась Ой, что же я стилисту, что я зла желала Зачем? Зачем он её так? А тут, значит, как не надо одеваться, как надо одеваться Это, кстати, Мила Куни Куни, Соликуни Оказывается, она говорит по-русски, я понятия не имела У неё, по-моему, то ли мама с Украины То ли ещё что-то Точно не знаю А, это, значит, её неудачные и удачные варианты Да, это, по-моему, везде она Я была в таком шоке Правда, я никогда не слышала, мне просто сказали, что она, на самом деле, очень хорошо говорит по-русски Наверное, и по-украински тогда говорит Наверное, это зависит от того, западная или восточная На Украину Красава Ой, красава Так, ну что, наверное, нам надо прерваться, да? О, кстати, ладно, прервёмся на вот таком замечательном сравнении Rise of the Ryans Типа восстание Райанов Это два безумно популярных актёра Райан Гослинг и Райан Рейнольдс И они, кстати, даже реально похожи, как братья Посмотрите на них Удивительно Ну, у меня все, вот, американские знакомые с ума сходят по Райан Рейнольдсу Он как раз Одно из последних кино, в котором снялся, это Драйвер Водитель, что ли, наверное, что-то Вот как-то так это должно переводиться Но это такой Что, какая-то пародина Тарантино Какая-то попытка снять что-то в стиле Тарантино И романтическая комедия, которая называется Crazy Stupid Love Ненормальная глупая любовь Что-то, наверное, вот Буквальный перевод был бы вот таким Но он действительно симпатичный Мне почему-то Райан Гослинг нравится чуть-чуть больше, чем Райан Рейнольдс Но тут, конечно, попробуйте найти 10 различий Они очень похожи Удивительно Даже зовут их одинаково Ну, хорошо Вот на этой замечательной ноте Ласкающий женский глаз Я думаю, мы прервемся И я досниму остальную часть И там будет, я думаю, намного больше непосредственно фэшн Непосредственно моды и аксессуаров И мы это все обсудим и заценим